Кунгурский машзавод начал вновь трудоустраивать сотрудников. О планах рассказали руководители предприятия. Уралкалий будет поставлять продукцию в Китай и Индию. Компания подписала два крупных контракта с зарубежными партнерами. Запрет на чартеры снят, но турпотока с Перми в Турцию сильно не вырастет. Свой прогноз дали в Тургильдии и Края. На РБК Перм главные новости к этому часу. В студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. До конца сентября Кунгурский машиностроительный завод трудоустроит и 500 человек из числа ранее уволившихся. Полсотни заводчан уже приступили к работе в эту пятницу. Еще 20 вернутся на производство завтра, сообщил телеканал и представитель компании. До конца года руководство намерено принять на работу 700 человек. Все они будут трудоустроены в новое юридическое лицо. Общество с ограниченной ответственностью Кунгурским машзавод. Ранее оно было акционерным. Все цеха планируется запустить в первые две недели сентября. Завод получил заказ на три мобильные буровые установки. В этом году мы собираемся заработать прибыль не более 20 миллионов. Планы на следующий год будут окончательно сформированы в ноябре, но мы планируем 200-250 миллионов прибыли по следующему году. В общей сложности простое предприятие составило три месяца. Ранее суд признал Кунгурский машзавод банкротом, назначил конкурсного управляющего. Причиной банкротства стали долги. Их около миллиарда. В июне этого года почти 600 работников уволились по соглашению сторон. Кунгурский машзавод – основной актив группы компании «Кунгур» выпускает агрегаты для ремонта, освоения и бурения нефтяных и газовых скважин. Самоходные передвижные буровые агрегаты, турбобуры и винтовые забойные двигатели. В Ани подписан контракт на поставку 600 тысяч тонн удобрений. Он рассчитан до января 2017 года. Как отмечается в сообщении, цена поставляемых калийных удобрений соответствует среднерыночному уровню. Первые чартерные рейсы из Перми в Турцию могут открыться в течение двух недель. Такой прогноз дают в Тургильдии края. Накануне постановление об отмене запрета на чартерные перевозки между Россией и Турцией подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Этот документ опубликован на сайте правительства. В Тургильдии уверены, спрос однозначно вырастет. Тем не менее, сильного ажиотажа не ожидается. Во многом из-за того, что люди уже спланировали свой отдых на сентябрь и октябрь до снятия санкций. Также эксперты прогнозируют и возможное падение цен на путевки. В Пермской Тургильдии точные цифры не называют. Поясняя, что все будет зависеть от спроса. Но по оценкам федеральных экспертов, путевки подешевеют на 30%. Падение цены на евро и увеличение стоимости доллара в начале открытия торгов на московской бирже поддержал и Центробанк. Курс американской валюты вырос на 35 копеек. Завтра доллар будет стоить 65,08. Евро упал в цене на 29 копеек. Курс Центробанка на завтра 72,79. В Пермь прибыла сборная России по баскетболу. Уже послезавтра они встретятся на отборочном матче чемпионата Европы со сборной Боснии и Герцеговины. По прилету спортсмены сразу отправятся на тренировку. В составе сборной прилетел Тимофей Мозгов, первый в России чемпион НБА. Также руководитель команды Сергей Базаревич. В итоге баскетбола он известен как тренер, отказавшийся от участия легионеров в командах. На данный момент сборная России по баскетболу занимает 5 место в турнирной таблице. Организаторы матча рассказали, что специально для встречи в Доме спорта «Молот» уложили чемпионский паркет, на который две пермские команды по баскетболу стали чемпионами России. Организаторы надеются, что это принесет удачу национальной сборной в предстоящем матче, который пройдет 31 августа в 7.30 вечера. И таковы главные новости к этому часу. Хорошего вам завершения дня и до встречи на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин